Приветствую вас, меня зовут Владимир и добро пожаловать на канал Немета Геймс. И сегодня немножко вложиков. Да, не полноценный видос, но тем не менее. Тут в стиме осенняя распродажа уже пару дней назад началась. Куча всякого барахла продают чуть ли не за спасибо. Тем, кто хотел, тот уже наверняка все обсмотрел, общупал и купил, что думал. Кстати, очень неплохая распродажа. Думал, будет намного хуже, но неплохо. Но со стимом связана еще одна новость, которая, на мой взгляд, чуть более важная и, возможно, была кем-то пропущена и не замечена. По стиму прокатилась огромная волна банов и, по-моему, она до сих пор продолжается. Что это за баны? Это баны не просто каких-то там людей, а издателей и игр в том числе. То есть огромное количество игр в очередной раз были забанены в стим. Это значит, что они больше не продаются. Их достижения, их карточки больше не отображаются в профилях. В общем, игры улетели из стима. Таких игр достаточно много. Полный список есть в интернетах. Можете там это дело найти. Гуглиться на два счета. Просто забанены игры в стим. Вот. Забанили издателей за злоупотребление инструментами стима. Вероятнее всего, просто Габену захотелось больше денег. И это единственное логичное объяснение. Хотя не такое уж оно и логичное по итогу. Но как бы вроде как стим просто борется с мусором. Многие пользователи отреагировали на это, конечно же, положительно. Потому как, ну, типа там поназабанила куча всякого говна. Действительно, сраней всякой. Но в целом это не самый хороший инцидент, прецедент. Не знаю, как поточнее это дело назвать. Потому что, потому что это накладывает некоторый отпечаток на мою деятельность в том числе. Потому что под бан попал издатель, который был запланирован как издатель для нашей с Роджером игры. И поэтому придется сейчас немножечко думать о том, что и как будет дальше. Ну, забанили их за то, что они продавали игры в бандлах. И, видимо, так как некоторые особо мусорные игры попадали в одни и те же бандлы с более-менее приличными, были забанены издатели, которые как бы, ну, делали не мусор, но использовали бандлы для того, чтобы продавать игры. Дело в том, что Steam позволяет, позволяет тебе нарисовать любое количество ключей, по крайней мере, так они пишут, для того, чтобы раздавать или продавать там где-то на других площадках. То есть ты сам выписываешься столько с ключей, сколько нужно, и делаешь с ними все, что хочешь. Казалось бы, вроде так должно работать, однако по итогу работает не совсем так. Видимо, прибыли, которые упускает Steam за счет продажи в бандлах, там, на сторонних сервисах, слишком большие, по мнению Габена и руководства Valve, поэтому они решили так вот хитро бороться с этими людьми, просто забанив всех нахер. Вот. И это грустно, потому что, несмотря на то, что забанили действительно кучу мусора, забанили и нормальные, вполне вменяемые игры, просто которые продавались через бандлы. И это явно основная причина. То есть причина не в том, чтобы Steam избавился от мусора, а в том, чтобы отбить желание торговать ключами, так скажем, налево, назовем это таким образом. И при этом, насколько мне известно, да, многие издатели за счет продажи именно бандлов и ключей на сторонних площадках зарабатывали в разы, в разы, там, в десятки, иногда даже раз, больше, чем с продаж внутри самого Steam. И, видимо, именно это задело Valve, и именно поэтому они всех перебанили. Печально. Вот такая вот утручающая новость. Хорошая новость. В Steam зато вышел новый патч для Dota. Dota стала совсем другой. Это прикольно, это забавно, это круто. Кто-то, конечно, говорит, что Dota в очередной раз убили, но это одна и та же история повторяется с каждым крупным патчем. На мой взгляд, Dota стала веселее, а по большому счету ничего и не поменялось. Прикольно, и ладно, хоть какое-то разнообразие. На самом деле кайфово. Давно мечтал, чтобы они ничего-нибудь сделали, потому что уже, в принципе, приелась одна и та же карта, приелись одни и те же герои и так далее, и тому подобное. А сейчас тут вот даже два новых героя. И можно было бы сделать три, но, как известно, Valve до трех считать не умеет. В общем, я думаю, эту шутку должны были пошутить вообще все, кто могли, но почему-то, по-моему, пошутил только я. Окей. И теперь давайте вернемся ко мне. Прошла операция. Вчера, 28 числа, я был на операции. И, собственно говоря, мне починили мое плечо, но пока я не полностью дееспособен, потому что одна рука работает не совсем корректно. Та самая, на которой проводили операцию. Но зато впоследствии все будет гораздо-гораздо лучше становиться, потому что теперь у меня нет той проблемы, которая была. В связи с этим, возможно, я чуть-чуть не успею с выпуском ретропечки, которую я очень-очень хочу выпустить в ноябре. И похоже, что она скатится на начало декабря. Печально. Очень печально. Но, увы и ах, такая вот суровая жизнь. И давайте все-таки подведем здесь итоги. Сегодня подведем итоги ноября. Ноябрь оказался гораздо-гораздо-гораздо продуктивнее, чем прошлогодний ноябрь. Ноябрь оказался продуктивнее, чем прошлогодний декабрь. То есть, в принципе, этот месяц вышел очень удачным, несмотря на все проблемы, которые мешали производить контент и вообще заниматься всем этим делом. В декабре тоже не предвидится огромной активности, потому что это декабрь, это выступления будут, надо готовиться, учить роли, ходить на репетиции. Плюс нагрузка на работе подрастет. Короче говоря, декабрь, скорее всего, будет пустовато на события. А может и нет, если повезет. Надеюсь, что он будет таким же продуктивным, как ноябрь, и тогда все будет замечательно. В целом, ноябрь прошел классно. Не выпустилось ничего сверхъестественного, но мы сделали немало стримов. Я подготовил материалы для других видео, сделал заготовочку на будущее, которая позволит производить контент чуть в большем количестве. И, в общем и целом, ноябрь достаточно продуктивный, то есть, достаточно неплохой. Я думал, что будет хуже, но вот вышло, как вышло. Главное, что я, наконец, запустил то, что хотел запустить еще с августа. Там потихонечку тоже буду этим делом заниматься. Уже в голове у меня появился концепт, так скажем, обновления, концепт освежить. Хочется освежить стиль, хочется освежить, так скажем, свой фирменный стиль. Так, дизайн, да, и группы, и канала сделать более интересным, поменять немножко логотип, то есть, заняться вот этой дизайнерской частью. И появились концепты, появились идеи, то, чего я хочу. Я очень долго не мог понять, что я хочу. Теперь понимаю, как я еще хочу, поэтому тоже, да, возможно, даже за декабрь я смогу что-то придумать. Потому что к январю я все-таки хочу продолжить заниматься тем самым секретным проектом. Вот, но как-то так. Игра с Роджером движется потихонечку. У него там тоже сейчас достаточно напряженка по времени, и мы довольно так медленно занимаемся проектом. Однако уже могу с точностью сказать, что прописано немало. И, возможно, возможно, даже в какие-то там ближайшие пару недель появится хоть какая-то демка, в которую уже можно будет играть. И поэтому я плавно подвожу опять к попрошенничеству, о котором говорил в прошлом видео. Ребят, если кто-то хочет поддержать финансовый проект, милости прошу. Можете написать в ЛС, скинуть либо на Пейпал, либо на WebMoney, да, довольно крупную сумму, 5 долларов. Тогда ключик будет обязательно. Издаваться она, игра все равно будет. Я строго нацелен довести этот проект до конца и издать. И тут пока непонятно, каким образом это будет выполнено. То есть, издатель, которого забанили сейчас, пытается разобраться в ситуации, восстановиться и издавать игры дальше. Вот. Либо там с нового аккаунта, либо попробовать восстановить старый. Тут, естественно, Steam Support будет отвечать тысячу лет, как обычно. Вот. Пока нам все еще нужна графика. Мы все еще ждем те самые ассеты, которые позволят разобраться с графикой уже окончательно. То есть, поставить точку на графической части игры. Вот. И, собственно говоря, для этого нам все еще нужны 45 долларов. Желающие поддержать, либо донатить можно на Donation Alerts, на Streamlabs или напрямую лучше напишите мне. Тогда комиссий меньше и больше денег пойдет именно нам, а не сервисам, которые предоставляют услуги по донатам. Вот. Ну, а также можно просто задонатить не на игру, а просто так поддержать канал. Хочется, чтобы... Я хочу просто с января все-таки начать вкладываться именно в рекламу, чтобы народ подтягивался, чтобы более активное сообщество было и в группе народ, чтобы подтянулся и в Discord. Не забывайте туда залетать. Там мы играем в дотку. Можно забиться и поиграть во что-нибудь вместе. Пообщаться, как минимум, в голосовых чатах. Это тоже прикольно. Вот. Вообще, короче, давайте так, я закину немножко говна на вентилятор и расскажу, что планируется. Потому что о том, что сделано уже все ясно. Ноябрь был продуктивным, но не таким насыщенным, как хотелось бы в плане развития канала. Но что я хочу сделать в декабре, это, конечно же, ну, ретро-печку доделать. Потому что я боюсь все-таки не успею. Я постараюсь, но не успею. Вот. Ностальгию. Там осталось чуть-чуть дописать сценарий. Допишу в ближайшее время. Хотя бы одну ностальгию выпустить за декабрь. Хочется, очень хочется хотя бы одну ностальгию выпустить. И, вероятнее всего, я ее выпущу. И, конечно же, потихонечку, маленькими шагами двигаться к тому крупному, большущему, суперинтересному проекту по RPG Maker MV. То есть, есть у меня одна грандиозная идея. Она зародилась еще очень-очень давно, когда я снял видео про тайлсеты для нубов. Зародилась одна интересная идея. Пока я ее оглашать не хочу. Но вот это крупный, серьезный и достаточно мощный проект, посвященный RPG Maker. И он в планах. То есть, уже не в идеях и мыслях, а уже в реальных планах. То есть, я действительно буду этим заниматься. Потому что это еще и связано с тем самым проектом, о котором я молчу. Тем самым секретным. Короче говоря, в декабре план очень простой. Выпустить хотя бы одну ностальгию. И по возможности выпустить еще какие-нибудь видосики. Например, горячую пятерочку. У меня появилась неплохая идея, какую можно записать по пятерочке. И вероятнее всего, я ее и запишу. Вот. Там не так сложно будет с монтажом. Там не так сложно будет с подбором материала. Поэтому, вероятнее всего, в декабре выйдет горячая пятерочка. И, соответственно, ностальгию постараемся сделать. Ну, ретро-печка есть и 100%. Там осталось домонтировать совсем чуть-чуть. Благо, я все восстановил. Все уже готово. Там просто возможно даже. Успею в ноябре. Постараюсь. Кровь из носу. Но, боюсь, что не смогу. Потому что завтра и послезавтра нужно работать. Длинные смены. Ни до работы, ни после работы не будет времени на это все дело. Вот. А вчера я полностью потерял день. Потому что... Ну, как потерял? Я полностью провел день в больницах, в дорогах. Вот. Поэтому, как бы этого выходного не было, я ничем не мог заниматься. Но сегодня еще будет время. Мы постримим, попозже. Возможно, это видео выйдет после стрима. И получится, что мы уже постримили. Ну, короче, как-то так. В общем, декабрь тоже будет плодотворным. Максимально плодотворным, насколько я смогу его сделать плодотворным. Обещаний громких не даю. 100% сделается ретро-печка. Либо даже успеется в ноябре, либо на начале декабря. Разумеется, постараюсь впихнуть ностальгию. Там осталось совсем чуть-чуть, чтобы дописать сценарий. И уже, можно быть, приступать к сбору материалов и монтажу. И, конечно же, постараюсь сделать горячую пятерочку. Вроде оно будет несложное. Видео там, в принципе, будет неплохо. Там несложно. В общем, короче, постараюсь. Ну и, конечно же, попытаюсь подразвить тайный проект. Подготовить немножко, подработать над дизайном. В общем, как-то все вот это вот так вот должно выглядеть. Идея есть, мысли есть, желание есть. Осталось найти возможности. Надеюсь, они будут. Ну а вас попрошу просто-напросто подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии, не забывать бомбануть по бубенчикам, потому что бубенчики, говорят, помогают. И иногда проверяйте подписку на Ютубе. Ютуб душит. Душит. Он там сейчас эти правила вводит. Ой, нужно будет заниматься. Сейчас все видео пересматривать. Я это и в прошлом видео говорил. Короче говоря, геморрой этот Ютуб придумал, но этот геморрой нам на руку, потому что наш контент хороший контент, подходящий детям. Ну, в большинстве своем. И мы будем стараться его в эту сторону сподвигать. Все-таки культура общения у нас чуть получше, чем на других каналах. И, соответственно, я думаю, нас Ютуб сильно банить не будет. Всем спасибо. Еще раз всем спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу активность. Спасибо новым подписчикам, людям, которые просматривают старые видео, потому что все вы молодцы. Ну, а на этом все. Пока-пока. И скоро увидимся.